Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Мы продолжаем наш большой челлендж 100 эскизов и сегодня меня попросили нарисовать прозрачную сумку. Сейчас для роддомов они достаточно популярны и мне просят показать, а как же вот такое мы сможем нарисовать в Adobe Illustrator с эффектом прозрачности, чтобы оно все было красиво видно. Специально показываю фотографию, чтобы было понятно откуда будет браться идея для рисунка сумки. Притом здесь видите как бы разные немножко конструкции, есть где ручки сверху пришиты, есть где нашита тесьма еще дополнительно для укрепления. В общем-то вариант может сделать любой. Я покажу свой принцип, как бы я нарисовала эту сумку, соответственно можно потом ее сделать так как больше нравится вам. Мне нужно будет нарисовать сумку и сегодня мы будем рисовать ее не традиционно перышком, а при помощи автофигур. Смотрите, есть у нас такая автофигура прямоугольник со сглаженными углами. Вот смотрите, когда начинаете рисовать, если вы нажимаете на клавиатуры, кнопочки, соответственно вверх и вниз, то углы меняются. Я начала, я сейчас держу кнопку мыши, это важно, то есть я могу рисовать любую сушенную пропорцию и вот они у меня скругляются. Я выбираю тот вариант, который мне максимально подходит. Я больше люблю делать так. Есть и другие способы настройки, вот здесь вы видите, есть радиус, которым тоже можно работать. Я люблю сразу при рисунке настраивать. Отлично, моя такой момент, мне так больше нравится. Так, давайте мы что сделаем? Сделаем контур черным. И цвет заливки прозрачный. Вот основа формы нашей сумки, мы можем ее поправить, если нам это требуется. И смотрите, вот на той фотографии, которую я показывала, она сделана как по эффекту перспективы, то есть сумка уходит, сейчас покажу, вот Ctrl-C, Ctrl-B, то есть сумка как бы уходит туда вот так назад и мы видим, как будто бы вот она просвечивается. Мне такой эффект не очень нравится, я бы рисовала лучше сумку по принципу 3D, да, в изометрии, изометрическое изображение. В принципе, вот она наша сумочка. По сути, она и вот уже, считайте, нарисованная. Осталось только детальки подрисовать. На что бы я рекомендовала обратить внимание? Вот мы вот так нарисовали, то есть я взяла один прямоугольник с мягкими углами, второй отодвинула, ну не прям по принципу там изометрии или диметрии, просто на глаз, чтобы я понимала, как эскиз у меня будет располагаться. Соответственно, насколько далеко я их растяну, настолько будет у меня объем в сумке. Если сейчас я передний залью белым, просто чтобы было больше понимания того, как я это делаю, да, вот видите, оно как бы объемом встает. Вот, собственно, надо смотреть. Что у нас еще будет? У нас еще будет вот здесь вот соединительная полосочка. Сейчас мы к ней вернемся, убираю цвет заливки. Так, я бы создала копию и оставила пока ее отдыхать здесь, где вот она есть сбоку. А вот эту штучку я бы разделила целиком. Обработка контуров разделить. Теперь правую кнопочку мыши разгруппировать. Что у меня получилось? Смотрите, у меня вот здесь получились кусочки, видите? Это не отдельно. Получилось три куска. Соответственно, внутренняя часть, внешнюю часть я могу дополнительно сделать. И это вот прям то, что мне надо. Вот эту берем. Сюда сверху поместим в Shift-Alt вот эту деталь. То есть раз-два. Здесь у меня все в местах. Абсолютно совпадает. Теперь нарисовать вот эту часть нужно. Здесь уже берем перышко. И в зависимости от того, как вы планируете, что она у вас будет идти, соответственно, рисую то, как у нас пойдет вот эта боковушка. Насколько она у нас должна куда пойти. Мы это все прорисовываем. Так. Два. И вот перейти она по-хорошему должна вот сюда. Соответственно, так вот. Оп. Потом опять сюда. Сейчас поправим всю кривизну, которая у нас там ушла. Не туда, куда нужно. Так. И вот здесь тоже она придет сюда. И вот сюда она должна вернуться. Вот так. И уже прийти в эту точку. Сейчас все поправим. Во-первых, эту точку можно удалить. Во-вторых, просто направляющими поправить данную точку, так, как нам она будет лучше смотреться. И здесь тоже самое. Так. Основная загвоздка при рисунке таких сумок. То есть, если бы я ее сейчас рисовала не прозрачную, то тут вообще бы не было никаких проблем. Все было бы легко и просто. Но в силу того, что она у нас прозрачная, нам нужно как бы очень детально все это прорисовать. Это мы сделали, что бы я сейчас добавила. Давайте мы сразу вот на эту всю красоту добавим градиентную заливку. Притом, градиент сделаем с одной стороны полностью непрозрачным, с другой стороны, ну скажем, десяточку. И она будет давать такой вот муарчик. И попробуем поменять направление вот в эту сторону, чтобы был темный. Будет лучше понимание того, что происходит. Соответственно, вот эту тоже можно ей поменять направление градиента. И тогда она будет немножко по-другому. Вот видите, смотреться. Мы оставляем эффект прозрачности, но ему показываем то, что он такой вот разный. Все вот эти углы видим. Что еще там у нас было? У нас была тесьма. Как просто нарисовать тесьму? Смотрите, мы берем то, что мы сохраняли, два наших прямоугольника. Делаем толщину тесьмы, скажем, трешечкой. Посмотрим, подойдет нам трешка или нет. Трешка. Ну, более не менее. Можно потолще. Можно, например, четверочкой. Нет, даже больше. Это называют пайпингом еще. Теперь объект, контур. Преобразовать обводку в кривые. Теперь у нас вот здесь с вами не обводка, а, соответственно, деталькой. Мы можем ее покрасить каким-то цветом. Давайте сделаем каким-нибудь ярким, чтобы он у нас хорошо выделялся. Нам при работе было его хорошо видно. Ну, например, там, малиновым каким-нибудь. Вроде как сумки для роддома там вечно какая-то. Можно серым сделать. Крашу специально ярким, можете потом покрасить любым. Вот, смотрите, мы можем разместить вот эту часть поверху. Потому что он должен быть сверху. Соответственно, у нас есть основа. Вокруг нее сделан так называемый вот этот пайпинг. Вот эти две части я бы рекомендовала немножко осветлить таким образом. Сделать непрозрачность. Они немножко утонут в углу и будет ощущение объема. Вот эту часть мы можем ее поярче сделать. Вот таким образом. Что у нас еще с вами будет? Очень часто вот здесь бывает перемычка. Ну, например, вот мы выбрали, что у нас розовое. Можно серое. Ее розовым поярче просто. Соответственно, перемычка будет здесь. Надо помнить, что вот эти части у нас будут строго вертикальные. И перемычка будет с другой стороны точно так же находиться. Но поскольку она у нас там должна быть в глубине. Во-первых, мы ее уберем на задний план. Во-вторых, дадим ей небольшую непрозрачность. Чтобы было полное ощущение, что она там сзади. Так, что еще у нас будет? У нас должна быть с вами молния. Сейчас я открою файл, в котором у меня сохранены молнии. Он у меня не в библиотеке. У меня в отдельном файле. Мне так комфортнее. Сейчас я его открою и загружу в этот документ. Вот, смотрите, у меня есть готовая молния. Соответственно, если я возьму эту молнию и ее скопирую в наш документ. Вот она у меня скопировалась. Сразу она, смотрите, попала в кисти. Здесь у меня сразу есть пуллер, что не может не радовать. Мне его не нужно прорисовывать. И таким образом у вас сразу будет красиво оформленная молния. Сейчас вот сюда будет вставать пуллер. Размер пуллера и размер молнии тоже можете посмотреть. Но часто используются именно тракторные молнии. Так, как будет выглядеть молния? Смотрите, она будет идти вот здесь по центру. Соответственно, это должна быть линия. И вот туда она будет уходить. Так, без заливки. Вот она молния. Очень толстая 0,25. Смотрим, привезну, чтобы правильная была, чтобы она шла в нужном месте. И вот здесь, внутри тоже, смотрите, вот от этой точки вот сюда. Только они не должны состыковаться у вас. Они должны быть двумя раздельными линиями. Вот такая же у нас будет молния. Сейчас вот так вот. 0,25. Вот, и она должна быть самым-самым там вот вдалеке. Мы ее назад убираем. Немножечко сейчас вот здесь тоже подогнем. На точке перегиба. Надо корректировать молнию и убрать у нее наконечник. Он мне не нужен. Умешается. Применить к мозгам. Вот, умешается. Вот эту точку. Сейчас сюда. Вот сюда. То есть она там на перегибе. Она туда перегнулась. И мы ее как бы чуть-чуть видим. Вот. И видим мы ее, соответственно, полупрозрачную. Сейчас в непрозрачности мы добавим. То есть вот она вот там. Что еще будет вокруг молнии? Вокруг молнии у нас с вами обязательно будет тесьма, на которой держится данная молния, которая все это пришита. Сейчас мы ее тоже сделаем. Так, соответственно, здесь вот замочек. Замочек должен соответствовать размеру молнии. Помним об этом. Так, вешаем на самый верхний план. Вот это удобно, когда у вас уже есть отрисованная база. То есть я сейчас ее не прорисовываю. Я просто ее применяю. И рисую. Сблокирую сейчас слой, чтобы мне удобнее было. Тесьму. Она будет прямо вот вокруг молнии, но немножечко отходить от нее. Как любая молния, она у нас идет на тесьме. Так и тут. Вот ее будет видно. Соответственно, вот так. Чуть-чуть по краешку. Иногда их делают специально контрастными. То есть может быть там золотая молния, черная основа. Может быть черная молния, черная основа. Ну, это как бы тоже как элемент декора часто используется. Плюс ко всему она еще обязательная в наличии. Так, давайте мы ее сделаем какой-нибудь не очень примечательный по цвету. Вот серая. Она у нас сейчас сверху, поэтому в таком виде. И вот здесь тоже. Вот так она у нас будет. Так, все. Собираю это все. Ctrl-C, Delete, Ctrl-B. Вот смотрите, она у нас очень даже неплохо встала. Где-то нужно поправить по контуру ее. Вот здесь вот точечку чуть-чуть, чтобы она смотрелась более ровно. Так, туда пошел перегиб. Хорошо. А теперь надо понимать, есть у нас какие-то моменты в плане двойных командов или нет. Мы можем с вами немножечко усилить градиентик, чтобы все-таки было ощущение, что заливка у нас присутствует. Вот в настройках градиента это можно сделать. Таким образом все-таки отрегулировать и посмотреть, как будет смотреться. Вот видите, она играет. Нужно понять, насколько вам под эскиз она будет лучше подходить. Вот она у меня есть. Она, соответственно, прозрачная, но светло-серым оттенком я показываю то, что она есть. Видите, там вот эффект пайпинга, оно там все сохраняется. Сюда можете повесить всякие декоративные бирки от вашей фирмы и так далее. Это уже дополнительный дизайн. И, к примеру, у меня вот здесь пришито две тесьмы, которые, соответственно, позволяют ручкам лучше держаться. Вот так вот одна. Как правило, они идут в цвет пайпинга. Вторая. И также они будут, смотрите, еще и вот тут. Почему я их сразу так прорисовываю? Они будут и с той стороны. Но, опять же, мы их убираем на самый-самый-самый задний план и делаем их прозрачнее, чтобы было понимание, что оно там вот сзади находится и здесь мы его не видим. Может идти и по низу. Это от конструкции сумки зависит. И, соответственно, вот у нас будет ручка. Опять же, длина ручки и ее конструкция, может быть, она сверху будет прихвачена или не будет прихвачена. Ну, в смысле, вот там иногда такую пластиковую штучку ставят. Это уже тоже индивидуальная конструктивная особенность, которую надо задавать конкретно по то, что вы хотите. Вот, соответственно, можем вот эти слить. Ну, чтобы они были едиными, да, чтобы нам удобнее было. Можем не сливать. У меня немножко вылезло за край листа. Поэтому вот возвращаем. И сюда тоже, соответственно, ручку мы подрисовываем. Можно было бы вот прям эту же ручку туда скопировать, но, мне кажется, будет немножко поживее, если ручки будут все-таки так немножко в сторону смотреться. Тогда как-то поинтереснее получается. И потом верхнюю ручку я бы сделала более, ну, не такой непрозрачной. Вот так, что она там типа сзади, но есть. Вот получается такая у нас сумочка. Здесь тоже нужно посмотреть отстрочки, как они будут у нас идти. И, скорее всего, будет вот такая отстрочка. Может быть, там будут крестовые закрепки, ну, вот крестиком для усиления. Это все уже нужно прорисовывать конкретно под модель. Как вы это видите, как вы это хотите, как технологически это будет более правильно сделать. Поэтому я рисую сейчас условно. Ну, договариваемся, что я рисую условно, не соблюдая там конкретную какую-то технологию. Вам же нужно будет это сделать относительно той технологии. Если вы планируете эту сумку куда-то запускать, соответственно, соблюсти технологические особенности. Они вот здесь должны быть. Вот так и вот так. Если там уж совсем хочется продуподобия, переносим и туда тоже. Управляем на самый задний план. Убираем цвет заливки. Вот, там тоже отстрочка. Можно здесь вот дополнительно еще крестики нашить. Ну, еще раз повторяюсь. Можно по низу сделать, да, то есть чтобы она вот такая была более крепкая. Как вам нужно? Можно уже вот на эту сумку сверху добавлять карманы, менять цвета и так далее. Чтобы я еще добавила на нее, но для того, чтобы она такая была более реалистичная, вот сюда бличок бы добавила белый, чтобы показать то, что это пластик. Ну, это уже прям вот я просто пошла в такую. Он тоже должен быть такой полонепрозрачный. В общем-то блик. Сумка может быть из розового пластика, да, но как будто бы вот. Он никуда не попал, у меня поэтому не видно особо глика. Можно поярче сейчас. Вот смотрите, блячок. Вот такая получается сумка. Давайте ту же самую сумочку немножечко перекрасим по цвету. Да, вот еще хотела показать. Хорошо, что я ее сместила. Смотрите. Дело в том, что когда вы ее будете смещать, она вот будет вот такая у вас непрозрачная. Их будет показывать. Вот как раз и блик сразу видно. Иногда такие вещи удобнее рисовать на цветном фоне. Не на белом, как у меня нарисовано. Вот, например, делать цветно-серую подкладку. Тогда они будут смотреться лучше. Вот уже вот в данном случае блячок можно немножко попрозрачнее сделать, в зависимости от того, на каком фоне. Вот он будет как бы у себя на месте показывать, что там вот пластик немножечко бликует. Можно для мягкости эффекта сделать небольшое размытие блика. Эффект. Размытие по гауссу. А пока вот посмотреть, да, какой там будет. Вот так. То, что вот здесь как бы немножко для кого. Ну, соответственно, перекрашиваю так же, как мы с вами перекрашивали другие объекты. Так, создаем копию. И через перекрасить графический объект у нас здесь с вами куча вариаций. Вот сейчас, в 2021, они добавили вот эту новую штучку. Можно вот сразу смотреть в любую сторону, ее увести. Либо через классическую форму. Вот они, дополнительные параметры. Здесь вот тоже бегать и смотреть, как получается. Соответственно, вот, пожалуйста, две пластиковые сумки разных оттенков. А если мы хотим с вами поменять цвет пластика, то мы выбираем все, что у нас с вами с градиентом. И вот здесь в градиентах мы можем, например, вместо черного задать цвет любой другой, какой нам нравится. Вот розовый сейчас у нас получился, да. Вот, например, синий. Ну, к примеру, у нас синяя сумка, да. Мы можем здесь тоже посмотреть, как это будет смотреться по градиенту, там потемнее, послеплее. Уже отрисовать эскиз. И вот такие визуализации, они позволяют, ну, достаточно хорошо видеть, как это будет смотреться. Вот смотрите вариант, когда у нас использован, например, не прозрачный пластик, а светлый, там голубой пластик. Я, к примеру, нарисовала, то есть это не обязательно, вот именно так должно быть, просто показала. Дальше можете нашить любые карманы и сделать, как бы, то, как вам нравится. Вот такой пример. Присылайте мне, пожалуйста, что вы хотите порисовать. Я буду очень рада, вот видите, даже сумки. Я, ну, не специалист по сумкам, но, на мой взгляд, все-таки эскиз получился. Можно теперь его описать, когда буду писать какие-то особенности и технологические узлы, если они уже нужны. Вот. Присылайте, говорите, что вы хотите. Ставьте лайк, если вам понравилось. Используйте в своей работе. Это важный инструмент, который нужен практически всем дизайнерам. И его просят как при очной работе, так и при фрилансе. Поэтому вам будет важно. Жду ваши комментарии и новые идеи, чтобы вам еще хотелось увидеть, как порисовать и как сделать. На этом все. С вами была Чайковская Екатерина. Не забывайте подписаться на канал. Каждый вторник у нас новый эскиз, поэтому ставьте галочку на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. До скорых встреч. Пока-пока.